А что построено при Путине? Часть 69. Несмотря на все сложности, неуклонно продолжается развитие России. В данной части представлены некоторые объекты промышленности и инфраструктуры, построенные во второй половине 2022 года. Компания «Газэнергокомплект» открыла завод по производству нефтегазового и энергетического оборудования в селе Глинищево Брянского района Брянской области. Завод стал одним из крупнейших промышленных объектов в Брянской области, построенных за последние 30 лет. В завод вложено около 1,5 миллиарда рублей. Создано около 300 рабочих мест. Построено в 2022 году. Модернизированная система предупреждения о ракетном нападении заступила на опыт на боевое дежурство. Об этом заявил журналистом главный конструктор, генеральный директор Межгосударственной акционерной корпорации «Вымпел» Сергей Боев. Российская система состоит из двух эшелонов – космического, включающего спутники «Тундра», и наземного, состоящего из сети станций типа «Воронеж», охватывающих своим радиолокационным полем все ракетоопасные направления. В Брянске открылся дворец единоборств. Площадь спортивного сооружения – 55 тысяч квадратных метров. Оборудованы залы для тренировок и соревнований по дзюдо, самбо, вольной борьбе, волейболу, гандболу и баскетболу. Помимо этого, возведены два бассейна и центр реабилитации. Построено в 2022 году. ОАО «Вознесенская» открыла в селе Вознесенка Баганского района Новосибирской области молочную ферму на 1000 голов, мощностью 6000 тонн молока в год. Строительство нового молочного комплекса велось в Вознесенском с 2021 года. Объект состоит из помещения для дойки и двух коровников. Предприятие «Авангард» открыло в Буинском районе молочную ферму. В настоящее время в новом комплексе – 765 голов молочных коров. Построено в 2022 году. В Дядькове Брянской области открылся Ледовый дворец. В состав комплекса, кроме ледовой арены, входят два бассейна для плавания детей и взрослых, универсальный спортзал с трибунами и вспомогательные помещения. Есть и буфет. Построено в 2022 году. Компания «Грейнрус Агра» запустила в Ивановской области зерносушильный комплекс вблизи села Первомайское в Кинишемском районе. Мощность – до 2000 тонн зерна в сутки. Объект построен в 2022 году за 4,5 месяца. Открыто движение по новому путепроводу через будущий московский центральный диаметр 4, связавшему улицы Веерную, Матвеевскую, Нежинскую и проспект Генерала Дорохова. Построено в 2022 году. В Ломоносовском районе Ленинградской области открылась площадка японской компании SMC Pneumatics. В четырехэтажном здании разместился головной офис, производственно-технический центр и логистический комплекс. Адмиралтейские верфи входят в состав Объединенной судостроительной корпорации, передали в эксплуатацию научно-экспедиционное судно для достойкую самодвижущуюся платформу «Северный полюс». Построено в 2022 году. В республике Коми открылся комбикормовый завод птицефабрики «Зеленецкая», который является самой «Северной птицефабрикой» в России. Производительность – до 90 тысяч тонн комбикормов в год. Инвестиций – 2 миллиарда рублей. Построено в 2022 году. На Ливадийском ремонтно-судостроительном заводе спущен на воду паром Станислав Агапов проекта 03-770. Предназначен для работы на Камчатке. Построено в 2022 году. В индустриальном парке Домодедово-1 запущено очередное индустриальное здание площадью 28,7 тысяч квадратных метров, предназначенное для размещения производственно-складских объектов. Объем инвестиций – 2 миллиарда рублей. Построено в 2022 году. Первый в Восточной Сибири завод по производству силикатных изделий открылся в Саянске Иркутской области. Мощность нового производства на первом этапе – 35 миллионов штук в год. Построено в 2022 году. Капитально отремонтированная взлетно-посадочная полоса Международного аэропорта Оренбург получила сертификат соответствия и введена в эксплуатацию. Капремонт произведен за 4 месяца. Построено в 2022 году. Первую в Приангарье роботизированную молочно-товарную ферму без привязного содержания коров открыли на базе хозяйства «Молочная река» в деревне Позняково. Мощность производства составит свыше 1000 тонн молока в год. Построено в 2022 году. В Виноградовском округе Архангельской области открылось новое здание районной больницы. Построено в 2022 году. На Хабаровском судостроительном заводе спущено на воду краболовное судно проекта 03-141. Построено в 2022 году. В Волхове Ленинградской области ввели в эксплуатацию новую гимназию на 600 учеников. Построено в 2022 году. В поселке Дарасун Карымского района Забайкалья запустили движение по мосту через реку Ингоду после реконструкции по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Построено в 2022 году. Новый корпус школы номер 2 на 525 учеников в поселке Багандинский Тюменской области. Площадь здания 8000 квадратных метров. Построено в 2022 году. В поселке Бараки Судогодского района Владимирской области построен цех по производству корпусной мебели ООО «Лофтмебель» под брендом «Вудкрафт». Цех выпускает до 200 единиц мебели в сутки. Построено в 2022 году. В Казани открылся новый IT-парк имени Башира Ромеева на площади 47000 квадратных метров. Построено в 2022 году. Компания «Роснефть» построила новый газопровод «Сузун Ванкор» в рамках проекта «Восток Оил». Мощность перекачки газа 2,2 млрд кубометров в год. Построено в 2022 году. Школа номер 48 в городе Шахты Ростовской области. Рассчитана на 600 учеников и оснащена по последнему слову техники. Построена в 2022 году. Дополнительный новый корпус школы номер 75 города Ростова на Дону на 400 учеников. Построена в 2022 году. Школа в селе Троицкое целинного района Калмыкии построена благодаря реализации нацпроекта «Образование». Рассчитанная на 528 мест и состоит из пяти корпусов. В школе есть большой бассейн, две волейбольные и баскетбольные площадки, кулинарная студия и швейная мастерская для девочек, специализированная химическая лаборатория. Лингофонный кабинет для проведения занятий по иностранным языкам, поле для мини-футбола, уличные тренажеры, а также зона для сдачи ГТО. Построена в 2022 году. Новоусманская школа номер 5 «Эврика» в Новой Усмане Воронежской области. Рассчитана на 1100 учеников. Стоимость строительства 1,2 млрд. рублей. Построена в 2022 году. Город Волгоград. Школа на тысячу детей по улице 2 Штурманская в Красноармейском районе. Учреждение построено на месте аварийного здания школы номер 117 по национальному проекту образования. Построено в 2022 году. Новое здание Черновецкой средней школы Пристинского района Курской области. Рассчитано на 100 учеников. Построено взамен старой, не соответствующей стандартам. Построено в 2022 году. Тамбовская область, город Умед. Агроинженерная школа, рассчитанная на 250 обучающихся. И Центр дополнительного образования на 100 мест. Направление – подготовка специалистов в сфере агропрома для работы на промышленно перерабатывающих предприятиях региона. В школе созданы несколько образовательных центров, техники и технологий в агроинженерной сфере, естественно-научной среды и исследований, цифровых компетенций в сфере агропрома и информационно-библиотечный центр. Построено в 2022 году. Рязанская область, село Просечи. Школа на 132 места. Построено по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». Капитал вложения – 184 млн. рублей. Построено в 2022 году. Новое здание школы имени Честолёва на 400 мест в селе Помоздина Республики Коми. Построено в 2022 году. Ахтарская судоверфь спустила на воду пассажирский катамаран Анапа. Численность перевозимых пассажиров – 120. Построено в 2022 году. Школа «Формула успеха» на 1100 мест. В школе два бассейна. Микрорайон Таврово-4, город Белгород. Построено в 2022 году. Калужская область, город Медынь. Школа на 1000 мест. Построено в рамках национального проекта «Образование». Оборудовано специализированными классами технической и гуманитарной направленности. Столовой, спортивными и тренажерными залами, двумя бассейнами, крупнейшим в регионе многофункциональным актовым залом, библиотекой, собственной котельной и крытой стоянкой для школьных автобусов. Установлена новейшая система безопасности со 125 камерами видеонаблюдения. Построена в 2022 году. Калужская область, город Малоярославец. Школа на 1100 мест. Имеются театральная, хореографическая и медиа-студии, соляная комната, мастерские, большой стадион, зоны отдыха, центр для особенных малышей. Построена в 2022 году. Брянская область, поселок Журниче. Школа, детский сад, филиала Малополпинской школы. Построена в рамках федерального проекта «Современный облик сельских территорий». Построена в 2022 году. Липецкая область, город Грязи. Школа на 800 мест. Капиталовложения 1 миллиард 267 миллионов рублей. Построена в рамках нацпроекта «Образование». Построена в 2022 году. Псковская область, город Великие Луки. Школа, инженерно-экономический лицей. Самая большая и современная школа в Псковской области. Имеет два спортивных зала, тренажерный зал, два бассейна, тир. Построена в 2022 году. Школа номер 59 на 1800 мест в Калининграде. Построена в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Состоит из четырех блоков различной этажности, общей площадью 31 тысячу квадратных метров. Построена в 2022 году. Город Кемерово. Школа номер 5 на 1225 человек на Притомском проспекте. Учебный комплекс состоит из трех блоков с разной этажностью. Площадь школы 6,5 тысяч квадратных метров. Возведена в рамках нацпроекта «Образование». Построена в 2022 году. Город Кемерово. Школа номер 45 на 1740 человек в микрорайоне 15А. Учебный комплекс состоит из двух корпусов. Школа с углубленным изучением физики, химии, информатики, черчения и технологии. Построена в 2022 году. В Анжеро-Суджинске открылась самая большая школа Кузбасса на тысячу мест. Ее площадь – 17,5 тысяч квадратных метров. Оборудованы профильные инженерно-технические и медико-биологические классы. Открылся первый в городе кадетский класс. Построена в 2022 году. Новосибирская область. Академгородок. Новая школа. Гимназия номер 3 на 1100 учеников. Имеет три спортивных зала. Зал для хореографии, музей, библиотеку и столовую. Построена в 2022 году. Новосибирск. Микрорайон Родники. Школа номер 219 на 1100 мест. Стоимость строительства составила 1,1 миллиарда рублей. Построена в 2022 году. Город Киров. Второй корпус школы номер 74 в микрорайоне Радужный. В трехэтажном здании предусмотрены 45 классов. Библиотека, столовая, актовый зал, два спортивных зала, тренажерный зал, хореографический зал, бассейн. Построена в 2022 году. Нижегородская область. Поселок Новинки. Школа номер 132 на 550 учащихся. Построили в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Оборудована компьютерными классами, залами, лабораториями и мультимедийной библиотекой. Построена в 2022 году. В Новогорелово Ленинградской области открыт новый детский сад номер 4, рассчитанный на 14 групп детей возрастом от 1 до 7 лет. Капиталовложение более 282 миллионов рублей. Построено в 2022 году. В Татарстане, в Альметьевске, открылась полилингвальная школа «Адемнар» на 1224 места. Общая площадь четырехэтажного здания свыше 24 тысяч квадратных метров. Построено в 2022 году. Набережные Челны. Центр образования номер 62. Капиталовложение 2 миллиарда рублей. Центр дает дополнительное образование. Имеет зал, столовую, два спортзала, два бассейна, библиотеку и кинотеатр. Построено в 2022 году. Республика Татарстан, село Аллатах. Школа имени Ахманова. Построено в 2022 году. Компания Доброфлот запустила завод по изготовлению картонной гофротары на территории опережающего развития Большой Камень. Новая фабрика дала 100 новых рабочих мест. Капиталовложение 500 миллионов рублей. Построено в 2022 году. На заводе Красная Сормова состоялся спуск на воду сухогрузного теплохода проекта РСД-59, восьмого судна в серии из 11 сухогрузов. Построено в 2022 году. Москва. Корпус начальных классов на 400 мест в гимназии Хорошкола. Трехэтажное здание построили на улицу Народного ополчения. Корпус рассчитан на 400 учеников. Построено в 2022 году. В Башкирии, в Благовещенске, открыт новый завод железобетонных конструкций. Предприятие расположено и является резидентом территории опережающего развития. Построено в 2022 году. В Новом Уренгое открыли детскую поликлинику и женскую консультацию. Пятиэтажное здание оснастили передовым медицинским оборудованием. Внутри удобные кабинеты, широкие коридоры, холлы и тихие лифты. Построено в 2022 году. Новосибирская область. Введен в эксплуатацию второй этап мощного газового терминала по отгрузке жиженого пропана и бутана. Построено в 2022 году. В Томске компания «Монолитстрой» открыла завод по производству ориентированно стружечных плит. Капиталовложения составили 6,8 миллиарда рублей. Создано 500 рабочих мест. Построено в 2022 году. Казань. Новый военный госпиталь на 150 коек. Построено в 2022 году. В поселке Ленинское Ленинградской области введен в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс. В трехэтажном здании разместилась ледовая арена, игровой и тренажерные залы. Построено в 2022 году. Запущено Сылахское угольное месторождение в Якутии. Проект реализован компанией «Антрацетинвестпроект». Инвестиции в проект составили более 20 миллиардов рублей. Построено в 2022 году. Конец 69 части. «Антрацетинвестпроект».